И у нас в студии гость, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Голосюк. Виктор Валерьевич, я вас приветствую. Начнем с нашумевшей истории с судьями, которых вчера оптом увольнял парламент. Голосов не хватало, даже ваш лидер Олег Лешко признался, что грешили, кнопкодавили. И в частности, по этой причине суди теперь имеют право оспаривать свое лишение. Знаете, я уверен, что мы абсолютно на каком-то этапе приедем все-таки до полной системной перезагрузки, перезавантажения судебской системы. Так, как мы с самого начала пропонировали, до речи, с Олегом Лешком, с коллегами. Всі 8 с небольшим тысяч судей заменить протягом двух лет, выбрать судей на прозорых, открытых конкурсах, среди адвокатов, среди людей, которым доверяется общество. Мы до того приедемо. Даже если мы идем путем нарушения процедуры? Безумовно, нужно дотримоваться процедур. Но я думаю, что те порушения, которые происходили с этими судьями, они заслуговывают на полную замену судебского корпуса, а не на выборковую, что делается сегодня. Ясно. Проект бюджета 2017, который сейчас на рассмотрении уже Верховной Рады, вы, как и положено, оппозиции критикуете. В прошлом году, кстати, я напомню, вы тоже критиковали до последнего, но в самый последний момент все-таки закон поддержали. То есть все-таки стимулы даже для вашей фракции можно найти. Мы поддержали интересы украинской армии. Цего года мы видим, что бюджет суттево недосканалый. И мы очень системно проработали, запропонировали с фракцией Радыкальной партии 15 законопроектов, которые мы предлагаем принять для того, чтобы изменить качество бюджета. Причем, мова идет про социальный защит, про повышение социальных стандартов для людей с инвалидностью 1, 2, 3 групп, пенсионеров, жёнок, которые достроково вошли на пенсию, про повышение для них пенсии социальных допомог. Мова идет про суттево наповнение бюджету реальными доходами. Это, в частности, такие законопроекти, как про поддержку металлургийной галузи, зняття ввизного мита на металлобрухт. Это приняття законов про индустриальные парки, створение стимулей для инвесторов, чтобы они приходили не только в Польшу, Туреччину, Числоваччину, а и в Украину. Это заморожение на 2 года земельного податка. Это турбует всех машинобудовщиков, весь малий бизнес по всей стране. Это приняття закону про создание экспортно-кредитного агентства в Украине. Причому мы уже маем суттевые здобутки, адже мы, фракция Радикальной партии, разом с нашими коллегами, выбрали закон про подвищение ввизного мита на металлобрухт. Это даёт возможность не вкрасти рабочие места украинских металлургів, дати нормально працювати галузи. Это заборона на 10 лет ввезена лісу Кругляка. С Украины мы выбрали этот закон, и сегодня мы не дадим уряду его отменить. И будет возродживаться и деревообробка, и металлургина, и другие галузи промышленности. Мы, к сожалению, все ваши предложения не сможем сейчас озвучить. Но вот Гройсман, в частности, прогнозирует, что до 1 декабря, возможно, депутаты договорятся и примут бюджет. Возможно ли такое? Это будет зависеть от того, насколько будет правляча большинство идти на встречу, в том числе фракции Радикальной партии, в примитии промышленности законов. Потому что мы не хотим обладать, понимаете, замок на песке. Мы хотим сделать качественный бюджет, который будет подвищивать социальные стандарты, и чтобы это подвищение не было потом в съезде на инфляцию. Для этого нужно развивать промышленность. 17 миллиардов гривенг обмин надеется получить за счет приватизации. Вы уже высказывали свое мнение, что некоторые стратегические предприятия, в частности, Турбоатом, продавать не нужно. Но как найти покупателей на все остальное? План приватизации не выполняется. Дуже важливый приклад вы навели. Харківский Турбоатом. Приклад. Чего не можно приватизовать? Слушайте, предприятие, которое зарабатывает почти 3 миллиарда, приносит выручки, приносит в бюджет почти миллиард дивидендов и податков. Прибутку – 1,5 миллиарда. Как его можно продавать? Его нужно берегать, как зиниться око. То есть этот коллектив, 4 тысячи фаховцев золотых, их нужно берегти. И очень много других предприятий. Больше того, другие предприятия нужно рассматривать. Можливо, продавать какую-то в них частку. Можливо, не полностью. Деякие, взагалі, могут быть ликвидировать. Те, которые коррупционные, приносят державы сбитки. Но я хочу сказать, я обратился к Министерству экономики с запитом, чтобы с 1200 предприятий, которые предлагали на приватизацию, чтобы они не дали показники. Какие обсяги выручки, сколько людей працют, чем занимаются. Знаете, что ответило Министерство экономики? Правда, еще при попереднем Министре. Что по 800 предприятиях нет вообще показников. Поэтому я вернусь к Степане Ивановичу Кубева, что они поведомили, какие сегодня показники по тех предприятиях, которые они выставляют на продаж. Потому что они, возможно, продают то, что ты вообще не знаешь, чем владеешь. Ну хорошо, а как продать все-таки то, что продавать стоит? Как привлечь инвесторов? Знаете, что частка на сегодня, частка державной властности в Украине меньше, чем в Европе. Поэтому нет методов продавать или что. Если нужно продавать предприятие, чтобы получать доступ на закордонные рынки, получать дешевший капитал, модернизировать, то это нужно делать выбирково, очень грамотно. Само так, как пропонует фракция Радикальной партии. Мы такую тему промышленников обсудим. Они вновь жалуются на нехватку вагонов для транспортировки сырья. Это проблема железной дороги. Глава Украины Залезницы объясняет, что за 25 лет практически ничего не покупалось. 99% грузовых тепловозов изнушены. Дефицит вагонов 9 тысяч штук. Возможно, только с течением времени эту проблему решить? Или о чем здесь встречается? Вы знаете, без смены политики никакой час не допоможет. Потребно взять додатковые ресурсы. Где их взять? Сегодня мы встречались с представниками Министерства финансов США. И мы им озвучили, что сегодня Украина не использует понад 2 млрд долларов, которые нам дает Святой Банк, которые можно использовать, в том числе для цели модернизации рухомого склада Укрзалезницы. Треба делать на это запись, соответствующие от Уряда, и вести перемоги. Больше того, а какие резервы шаленые в нас перекрития контрабанды на митнице? Да вы подивите, один лиск, сколько везут. Если перекрите контрабанду, то это даст бюджет додатковые десятки миллиардов гривен щороку. И эти деньги можно будет скеровать, в том числе, на модернизацию рухомого склада Укрзалезницы. Это одна из приоритетных потреб. Понимаете, когда украинские металлурги выпускают продукцию, которая потребована в мире, и не могут ее продать только через то, что не могут перевезти сыровину, не могут перевезти готовую продукцию, то это абсолютно ганьба для влады. И мы, как фракция Радикальной партии, как оппозиция, будем безумовно пропоновать реальные шляхи решения этой проблемы. Спасибо вам, Виктор Голосюк, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства.